Альметиск Проблемные зоны Альметиска осмотрели казанские специалисты. Должно быть не просто благоустройство, должна быть зона, в которой профессиональные спортсмены бегают, лыжники катаются, летом катамаранная часть должна быть. С верою в сердце православные верующие отметили праздник Крещения. Сегодня не крещенские морозы, но на сегодняшнем озере собрались самые стойкие и физические, и духовные. Не попалась на удочку. Жительница Альметиска проявила бдительность при общении с мошенниками. Надо быть бдительным, не давать себя обманывать. В любом случае, нужно не поддаваться эмоциям. Возможно, в ближайшее время в Альметиске появятся еще два новых места отдыха. Одно из них расположится за центральной районной больницей, другое на водохранилище. Для их обустройства в город пригласили казанских специалистов. Проекты они обещали подготовить уже к марту, пока знакомились с территорией, где им предстоит работать. Одна за другой малые речки в черте города преображаются. Яркий пример этому – родник Шамсинур, реконструированный в прошлом году. Сегодня своего часа ждет и небольшой водоем на улице Балакиной. Для этого глава района Айрат Хайрулин пригласил в Альметиск казанских специалистов по благоустройству. Как рассказали местные жители, это прекрасное место для отдыха, но только в мечтах. Пока речка и ее берега захламлены мусором. Состояние очень плохое. Заброшенное. Вот видите, кормят. Кормят и оставляют целлофаны. Нужно облагородить не только водоем, но и небольшой сосновый лес за центральной районной больницей. А проработать здесь есть над чем. Необходимо очистить территорию от хлама, который набросали сюда жители. Это говорит в первую очередь об отсутствии мусорных урн. Ограждения уже давно пришли в негодность. Некоторые деревья высохли. Поликлиника, такой заброшенный парк. Вот даже, смотрите, если вы пройдете сейчас, увидите елки эти все, как они, старые, да? Они упали и не убирают. А летом заросшие все это. В планах у казанских специалистов превратить это место в парковую зону. Оно должно стать привлекательным для людей разных возрастов. Необходимо создать игровые пространства для детей. Для тех, кто постарше, можно установить спортивные площадки. Удобные лавочки и тротуары для прогулок придутся по душе пожилым людям. Нужно сохранять тот ландшафт, который создан природой. Это однозначно. И нужно делать как можно больше внимания на удобство горожан. То есть нужно обязательно сохранить транзитную зону, потому что люди там ходят. Нужно создать больше места для площадок, для проведения семейного досуга. Городское водохранилище – еще один объект, благоустройство которого требует значительных денежных вложений. Возможно, в рамках года водоохранных зон в Татарстане дело сдвинется с мертвой точки. Этот водоем уже пытались перевести в порядок, но все равно вид у него заброшенный. Место сильно заболоченное и требует постоянной чистки. А это дело довольно затратное. Но перспективы есть. Должно быть не просто благоустройство. Должна быть зона, в которой профессиональные спортсмены бегают, лыжники катаются. Летом катамаранная часть должна быть. Кто-то там может строить бассейны, чтобы не в этой воде купаться, а в встроенных бассейнах можно было купаться. Какой-то может быть пляж, волейбол, футбол. Проекты новых зон отдыха столичные специалисты обещали представить в марте. Помимо еще неблагоустроенных зон, глава района показал гостям уже существующее место отдыха. Впечатлило и покорило гостей Нефтеграда обустройство каскада прудов и городского озера. Небольшой островок природы, по их мнению, очень хорошо по стилю вписался в архитектуру города. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альмитиск ТВ. Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление. Традиционно его начинают праздновать в ночь с 18 на 19 января. Праздник связан с Крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Отсюда пошла традиция окунаться в прорубь и набирать святую воду. На праздники Крещения побывала и наша съемочная группа. Начало праздника – водосвятный молебен и освящение воды в купеле. Она, кстати, называется Иордань, в честь реки Иордан, в которой Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. После освящения вода в проруби считается святой и даже целебной. А тот, кто окунется в ледяную купель, освобождается от грехов, становится здоровым и сильным. Поэтому на городском озере в этот вечер многолюдно. Они держатся в воде насколько можно долго, другие спешат поскорее выбраться из купели. Для сотен жителей Альметьевска отмечать крещение под звон колоколов в городском озере стало хорошей традицией. Большинство искренне верит, что Крещенская вода сделает их счастливыми. И всех святых помилует и спасет нас, якоб лак и человека любит. Несмотря на то, что праздник выпал на рабочие дни, люди терпеливо стояли в очереди. Порой не один час, чтобы окунуться. Что интересно, здесь оказались и мусульмане. Мы мусульмане, первый год решили попробовать. Очень понравилось. Сама традиция нравится – окунание. В этом году в Альметьевском районе было организовано пять купелей. Кроме городского озера, в селах Новая Михайловка, Старая Михайловка, Ямаши и Ямаш. Погода тоже испытала верующих на прочность. Не то чтобы крещенский мороз, но минус 10 и ветер, отчего воздух казался еще более студеным. Но это никого не смущало. Православная церковь не считает купание в Иордане обязательным ритуалом. Тем не менее, очереди проруби не уменьшились. Хотя окунуться можно еще в течение всего дня. Сегодня не крещенские морозы, но на сегодняшнем озере собрались самые стойкие и физические, и духовные. И как Иоанн Креститель вышел, в первые слова сказал – покайтесь, или приблизилось Царство Небесное. И все приходили, и матыри, и грешники. Так что всех поздравляю с праздником Крещения Господня. В первую очередь, пицитесь о Царстве Небесном, остальное все приложится. После водосвятной молитвы и купания, желающие прошли в Казанский кафедральный собор, на литургию или торжественное богослужение. Оно проводится в Сочельник – день, предшествующий богоявлению. В храме тоже можно было набрать святой воды. Она называется Великая Агиасма. Она действительно имеет чудесные целебные свойства и может храниться, не портясь, до трех лет. С настроением замечательным, радостным. Праздник Крещения – это очень светлый праздник, знаменательный для нас. Мы все сами крещеные. Как отмечаем, стараемся обязательно посетить храм, присутствовать на литургии, на молебнах, на освящении воды. Обязательно взять водичку, которую будем использовать в течение года. Радик Рахимов, Алсу Гатаулина, Елена Марданшина, Эдуард Прокопьев, Альмитевск ТВ. Управление социальной защиты в Альмитевском районе и комплексный центр социального обслуживания населения «Опека» просят жителей не оставаться равнодушными к проблемам одиноких престарелых граждан, инвалидов, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также к проблемам детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях. Если рядом с вами есть такие люди или у вас есть информация о проблемах данных категорий людей, сообщите по телефону, указанным на экранах. По проблемам семей с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях, следует позвонить по телефону 32 45 22. За последние несколько дней в Альмитевске выпало немало снега. Работа у дорожников прибавилась. Завалены снегом и внутриквартальные дороги. Это уже зона ответственности управляющих компаний. Наша съемочная группа объехала несколько дворов и посмотрела, как ЖЭУ справляются со своими обязанностями. В ходе объезда обнаружилось, что где-то снег убирается, а где-то нет. Есть дворы, где, по словам жителей, сегодня проехал трактор, но все равно образовалась каша. Почему дороги во дворах в не очень хорошем состоянии, разбиралась наш корреспондент. Такую кашу на дорогах можно увидеть буквально в каждом дворе. В одних чуть снега меньше, в других больше. Автомобили проезжают, но с заносами и пробуксовкой. В некоторых дворах и вовсе образовались колеи. Проезды стали заметно уже, двум машинам не разъехаться. Плюс еще одна серьезная проблема – беспорядочная парковка машин. Безответственные водители оставляют машины где и как угодно. Из-за них трактор не всегда может почистить двор полностью. В некоторые он даже заехать не имеет возможности. Ну что я могу сказать по счету дорог? Дороги чистятся. Но сами мы, жильцы, сделали бы коллективное объявление, собрали бы, сказали, вот уберите, пожалуйста, машины. Мы позовем трактор, все прочистится. Мы сами не можем это все сделать. Здесь центральная дорога чистится, но опять-таки же мы с парковок не можем выехать. Его предложения многие жильцы поддержали, утверждает Альберт Никитин. Возможно, в скором времени здесь одной проблемой станет меньше. А вот во дворе по улице Заслоново снега намного больше. Житель одного из этих домов, Русангизатуллин, говорит, что в этом году еще ни разу не видел здесь снегоуборочной машины. Ну, удовлетворительно, то есть, ну, на троеку, потому что застревает машина постоянно, стабильно езжуя в этом дворе. И вообще по всему городу замечается, что дороги, ну, очень отвратительно выглядят. Увеличилось количество жалоб по этому же поводу и на сайте государственных и муниципальных услуг. Тут жители один за другим жалуются на скопление снега в дворах. Немало жалоб и из села. По словам сельчан, в их населенных пунктах тоже проехать сложно. С начала зимы не расчищались улицы села от снега, кроме центральной. Сейчас пошли снегопады. Проехать сложно. Из года в год чистят улицы только после обращения в народный контроль. Уже с того года не чистят снег. Дорога была в две полосы, а теперь еле-еле проходит одна машина. Найдите, пожалуйста, ответственного за вывод снега. Все эти комментарии в статусе и в работе. Тем не менее, в городе для борьбы с последствиями снегопада и микрорайонах снегоуборочная техника имеется. Пусть и в недостаточном количестве. У крупных управляющих компаний есть свои трактора. А те, у кого территории не очень большие, вынуждены технику арендовать. Как правило, в управлении автомобильных дорог. Но ГУАД может предоставить машины только после того, как уберет снег на дорогах. На сегодняшний день проблемы, конечно, со снегом очень большие. За последние три дня выпало большое количество осадков. Последние два дня, так как у нас своего погрузчика нет, мы заказываем два погрузчика на два района. Дворники работают в постоянном режиме. То есть, как только снег выпадает, пытаются очистить своими силами. Посыпали солью, чтобы не было наледи. Работаем. Заказали сейчас КАМАЗы. КАМАЗы подъедут. Будем загружать снег. И к происшествиям пропали водяные краны. С таким заявлением в полицию обратилась директор одного из городских товариществ, собственников жилья. Пропажа обнаружилась в новогодние праздники. Из подвального помещения в одном из многоквартирных домов по улице Бегажа были похищены 137 водяных кранов. Сумма ущерба, по словам руководителя товарищества, составила более 46 тысяч рублей. Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили в подвале множественные следы обуви и перчаток. По данному факту, следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления 30-летнего жителя Альметьевска, ранее трижды судимого за кража. В настоящее время подозреваемый задержан и дал признательные показания. В отношении него избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. В продолжение темы. Телефоны и интернет-мошенники по-прежнему активны, но не все попадают на их удочку. Героиня нашего следующего сюжета не дала себя обмануть. В один из выходных дней жительница Альметьевска позвонила молодой человек, который представился ее сыном. Голос и правда был похож. Парень рассказал, что избил прохожего, теперь ему нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Но женщина не поддалась эмоциям. Все случилось довольно неожиданно. Валидоопа в новогодние каникулы хлопотала на кухне. Дома кроме нее никого не было. Раздался телефонный звонок. Женщина подняла трубку. Думала, что звонят знакомые с поздравлениями. Но в трубке раздались крик и плач. Парень представился ее сыном и просил о помощи. Здравствуйте. Что случилось? Где это могло произойти? Как? А ты где? Молодой человек, якобы сын, сбивчиво объяснил. На улице Ленина он повздорил с прохожим и разбил ему голову. После драки парня доставили в полицию, где хотят завести на него уголовное дело. Однако дело можно замять, за деньги, которые необходимо перечислить. А кому – неизвестно. Это насторожило женщину. Но все-таки эмоции в тот момент переполняли. Даже брали верх над разумом. А потом выдохнула и подумала, что-то здесь не так. И тут же позвонила сыну. К сожалению, сын на звонок не ответил. В этот момент в голову пришла другая идея – позвонить по 02. Позвонить по 02 и узнать, поступал ли ребенок с такой фамилией. Когда я позвонила по 02, параллельно, держа городскую трубку, мне позвонили на городскую трубку, мне сказали, что такой ребенок не поступал. Тогда Валидаа папа нила. Она разговаривает с телефонными мошенниками, о которых неоднократно слышала по телевизору. После того, как женщина успокоилась, сразу же начала задавать вопросы звонившему сама. Спросила, а как тебя зовут, мальчик? Вместо ответа услышала в трубке лишь короткие телефонные будки. Я так думаю, что поступать надо так. Надо быть бдительным, не давать себя обманывать. В любом случае нужно не поддаваться эмоциям, думать головой и не стесняться звонить 02. По мнению правоохранителей, постепенно альметьевцы становятся менее доверчивыми. Сотрудники полиции советуют придерживаться простых правил. Необходимо проверить поступившую информацию, если речь идет о родственнике и знакомом, который попал в беду, и за него нужен выкуп. В этом случае нужно в первую очередь связаться с ним любым способом и узнать его местонахождение. Если этот вариант не подходит, то следует перезвонить по номеру, с которого совершался звонок, и попросить поговорить с задержанным. В случае, если просят оставить деньги в условленном месте или активировать карты оплаты услуг сотовой связи, после чего родственник окажется на свободе, то на 100% это мошенники. Также о поступившем звонке нужно рассказать тому, кто в данный момент находится рядом. Возможно, они помогут распознать обман. И обязательно необходимо позвонить в полицию по номеру 02. Людмила Воронина, Ольга Степанова, Илька Махмедзянов, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. И к новостям спорта. Уверенной победой начал выездную серию игр Альметьевский нефтяник. Соперником черно-белых стали хоккеисты из Караганды. О том, как прошла встреча, смотрите в нашем материале. Первый период остался за хозяевами площадки. Единственную шайбу забросил Олег Ломако. Второй отрезок игры порадовал болельщиков большим количеством заброшенных шайб. Александр Васильев сравнял счет, а Данил Файзулин записал на свой счет дубль. Хозяева ответили лишь одной заброшенной шайбой, автором которой стал Александр Юксеев. В третьем периоде подопечные Решета Гимаева упрочили свое преимущество, еще дважды поразив ворота соперника. Шайбы на счету Сергея Порфирьева и Сергея Леснухина. Победа вывела нефтяник на третье место в турнирной таблице. После 39 игр в активе альметьевских хоккеистов 76 очков. Следующую игру нефтяник пройдет в среду в Усть-Каменогорске против местного торпеда. Смотрите наши новости и передачи в интернете на нашем официальном сайте. Там же вы можете проголосовать за фото понравившейся пары в фотоконкурсе «Свадебный переполох». Конкурс проводится телекомпанией Альметьевск ТВ совместно с Управлением культуры, ЗАГС и Управлением по делам детей и молодежи. Участие принимают пары, решившие связать себя узами брака. Голосование на сайте телекомпании Альметьевск ТВ продлится до 30 января. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Сразу после выпуска новостей смотрите прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова